так короче секундочку так короче секундочку так изи сетка для ревы потому что нету ревы да ну да по ходу дела соус или хиро на ладере волн и не попадались уже не играл на корее не попадались на турнирах партинг мм а на лан турнирах и на и на онлайн турнирах больше вроде кто она онлайн не на онлайн это много кто там их я и зеню там я помню еще многие многие там другие из этого из игры там еще зер помню да много кто алис там этот как его было там короче проц такой неплохой был еще давно да много много с кем играл не прям не вообще со всеми конечно так сеточку кидаем так 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 и так так и Продолжение следует... 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 Так, найдем Liquid, я не знаю. А, есть. Так. Чарлика на стрим уже сегодня показывал, он даже лапу мне жал, вот, сейчас давал, точнее, а я ему жал. Секунду. Так, ладно, все, ребят, здесь. Все, перекусы все окончены, бананы съел, кексы съел, поехали. Крепч против Гуру, Бо-3, естественно, Гуфу ОСК, первый тур. Блайщика стрим есть на ТЛе, только он к турниру не прикрутил его стрим, я ему сказал, что прикрутил. Будет видно хорошо, на самом деле, так же следите. Заблаем просто. Больше бы наши ФП стримили, аудитория бы общая росла, потому что те, кто, например, стримит ФП, а потом поп, я стримлю на турнире, как бы и мне от этого польза. Вот, приходят смотреть тех, кого смотрят, например, ФП на турнире. Так что, если кто хочет посмотреть Блая, он тоже стримит, смотрите. По сетке сейчас я вам скажу, кто. Спеллсингер с гунг-фу-бандой, с нуд, с тиранвиком, Блай с лиликанином, Хэппис Гуру, Стрэндж Бистиком. Ну, только сильнее спеллсингера гунг-фу-банды, я считаю, немножко. Вот, ПВП, там, тиранвик с нуд. Тиранвик, конечно, может одолеть, но все-таки с нуд это с нуд. Ну, Аблай явно сильнее лиликанина, Стрэндж и Бистик, я думаю, сейчас прямо на одном уровне находится. Вполне может одолеть. Все. Так, пинги нормально, убираю вот эту лишнюю инфу сверху. Ну, что, Хэппи-ЦЦ-шку ставит вторую. Ну, Хэппи сейчас, наверное, со всеми фаворит будет у нее Кореи. Вот. Потому что очень, очень сейчас он на подъеме сильном. Вот. Ну, посмотрим, что с Гуру получится. На самом деле билды уже приелись, вот Хэппи нужно в цикл попадать. В какой цикл, что я имею в виду? Вот сейчас он этими билдами начал всех катать. Пока, пока вот получается на турнирах раскатывать, отлично. Но нужно уже заготовить новые билды обязательно, чтобы дальше всех продолжать катать, чтобы не готовы были. Так. Вэппу сейчас опущу немножечко, прошу прощения. Вон. Так, получше, мне кажется, будет. Видно все нормально? Вроде нормально. Меня видно? Ну что, Риппер харасит. Пока ничего не убил Хэппище. Королеву тут подкидывает, наказывает. Линги рядом бегают. Мув почти готов. Я вижу, что Армори пошло. Хэппи не хочет терять Риппера. Ну, кстати, в этом билде Риппера важную часть, на самом деле, составляет. Не обратил внимания, что там Гуру писал, если честно. Вот. Проводку, не проводку. Надо посмотреть потом, там чатик-то сохраняется вроде как, на самом деле. Так, забегаю два Ринга. Три раза куснули Гиллиона. Это перебор, на самом деле. Так, секундочку. Полетел медиваг. Полетел медиваг. Внутри Марика шесть Гиллионов Риппер. Стандартный пуш от Хэппи. Восемь Роучи у Гуру здесь строится. Но одновременно-то они не выйдут. Нужно трансформировать сейчас Хэлбатов. Вот все трансформируется. Начинает Хэппи Хату атаковать. Как-то все тут криво встало, я вам скажу. Роучи спускаются. Сразу Хэппи улетает и решил уйти частью юнитов сейчас. Но посмотрим. Здесь Гуру готов по всем направлениям, между прочим. Ну что, здесь Либератор залетает в район мене. 51-84. Ну, отбился, короче говоря, Гуру. И замечательно отбился. Хэппи, правда, часть юнитов увел тоже. Смотрите. Верно он сейчас делать начал, что уводит часть юнитов. Так, здесь Гиллионы нажгли. Либератор на мене ух. Хорошо заблочил. Смотрите, Хэппи через шиф здесь. Посмотрите, как на прокликивал, а? Вроде казалось, ничего беды не предвещает здесь для Гуру. А он как ножок Хэппи в итоге. 11 дронов целых погибло. Жаль, погиб Медивак, конечно. Так. Кибет я буду стримить, естественно. Естественно, я буду Архон матч стримить и буду стримить и финал там. Это в рамках Кибет Race Wars будет у нас с Архон мод матч. Блай, Скарлет против Пти, Дрога и Лилбоу. По-моему, так. Да-да-да. И финал. Элайф против Супера. Пью-пью. Хорош! Вообще стебает тут Либератор. Просто нараздавал. 8 дронов минус 0. 43-53 парабам. 1-1 у Хэппи раньше. Здесь Либератора спас. Еще, посмотрите, на таком лоу хп, что называется. Так. Роучи здесь ходят. Дронам повезло. Одному не очень повезло. Зря сюда приехал. Нужно улететь. Нужно разложиться куда-то. Так. Ну, Хэппи сюда. На третью раскладывается. Опять же. Два Либератора уже начинают стебать все подряд. Вообще хорош. Просто зашло сейчас. Нужно двумя разложиться прямо сюда. Раскладывается двумя прямо сюда. Три королевы подходят. Один складывается. Второй тоже. Не улетел. Ни один и муталиск раз выше. Хотя бы муталисков бы заметил. Плита завелась просто громко. Нужно ее прогревать вообще. Ну тут. Так. На ходу. Столкача, короче. Сразу. Без прогрева. Вообще так не очень, конечно. Так. Почему-то армор первый Хэппи заказал. Отменил атаку. Заказал. Ошибся немножечко. Газа не хватает. Газ добавляет на третьей базе. 100, 103 по лимит. Посмотрите, как выровнял Хэппи. Вот, пожалуйста, настрелял. Тут 29 дронов. Просто ни много ни мало взял. Да настрелял. Второй армор. Почти пока не заказывают. Ресурсов нету Хэппи. Так. Либератор тут муталиском выдал. Мышка маленькие идут вместе с медиваком. Щиты готовы. И тут танчик один есть. Нет. Ну это четвертая стопроцентная отмена базы. Реводжеров 6 тут. Морфит я вижу, товарищ гуру. Так. Муталиски прилетает. Начиная тут попытки какие-то нахарасить гуру. Стим не готов еще до сих пор. Блин, как повезло муталиску. Я думал уже все. Не жилец. Ну нет, улетел. Лесеныш. Так. Дрон минус. Не минус. Минус. Все-таки дрон. Простим пачил Хэппич Мариков. Сканит. Не видит, где у гуру что находится. Видит. Роучи сзади подходит. Либератор раскладывается. Еще и Риппер до сих пор есть. Не хэппи даже гранатку не брезгает кидать. На самом деле сейчас красавчик, что могу сказать. Пошла атака. Фаербулы под танк-то забрал бы. Ё-моё. Танк зря не забрал Хэппич. Сейчас. Нужно мариками грузу загрузиться. Улететь. Пользователь живыгры активировал премиум на ваш канал. Перестим пачился. Здесь хэппич. Нужно загрузиться. Улететь. Только в зеленый медивак нужно обязательно погрузить. А то желтый сбить могут сейчас моментально. Ну Хэппи понимает. Просто не догнать никому грузит. В желтый и уходит. Так. Разгрузочка пошла. Простим пачил часть мариков. Муталисками не подрезать. Контроль на высоте. Сто семьдесят два у Гуру. Гуру как-то по лимиту. Прям впереди очень сильно. Но у него микс такой, которым нужно пробивать. Агрессивничать. Если не пробьет, то у Хэппи все нормально будет на перспективе. Дальнейший. Тем более по два танка строятся. Уже две факты работают на мэне. Вот мне нравится постановка зданий у Хэппи. Блин, вот реально четко. Ничего не застревает нигде. Танки хорошо проезжают. Марика, если обороняться, нормально отбегать. Я многих критиковал за это. Хэппи здесь не покритикуешь за такую тему. Ну, сейчас нахвалю. Сейчас что-то случится. Хату отменяет Гуру. Эскейп не нажал. Минус 300 минералов, естественно, сразу. Это тот дроп все летает. Только в зеленом медиваке почему-то сидит. Улетел Хэппи отсюда. Сюда. Ха-ха-ха. Марики. Они, наверное, и в магазин 100 метров на машине ездят. Ленивые марики. Запарили пилотами. Девака говорит, свози-ка, отвези нас. 100 метров тут. Заходит Хэппич по четвертую. Четвертую отменят. Сейчас скан проходит. Танк в СиДжи раз. Танк в СиДжи два. Передропаются марики вниз. Здесь Гуру пытается зайти в размен или сзади. Нет, в размен пошел. Кстати, ни бункера ни хрена здесь у Хэппи нет. Опасный очень размен со стороны Гуру намечается. Но он часть только в размен берет. По муталискам залп. Хороший такой проходит. Отходит назад. КСМ. Нужно выводить. Нужно там хотя бы один медиваком забрать на мейн. Хэппи простимпатчился. КСМ неплохо здесь дэмэджит. Нужен прирост. Возвращается. И здесь пытается Гуру поймать. Хэппи на возвращении домой, кстати говоря. И чуть не поймал, между прочим. Ой, Микос пошел. Медивак в большую часть. Поймал сейчас Гуру Хэппи. Хэппи разгрузил танк. Один успел дропнуть. Пытается отбить. 122 на 160 по лимиту. Четвертый вроде как выбил. Здесь разных позиций танки. На стимпаке прирост. Пускает Хэппич. Хорош. Здесь сзади юниты находятся. 2-2 в 2-2. Грейды сейчас в данный момент. И Хэппи разбирает Гуру. Но по лимиту строчит он в плюсе каком-то. На 40, на 50 стабильно. И ультралис Кэверн пошел. Хэппичу нельзя отпускать. У него 3-3 не делается. Нужно контр-пуш какой-то делать обязательно. Был 1-0. Уже деканин. Это не сильный игрок. Очень не сильный игрок. 3-3 заказывает. Хэппич молодец. Скан пошел. Хотелось бы чтоб Хэппи взял и отлетел прямо в самом начале турнира такого замечательного. Чем он замечательный. Те же 300 евро за первое место на данном турнире можно выиграть Хэппичу. Можно попробовать гигантский передроп на мейн запилить. Например, рампу заблочить и принять бой. и ультралис Кэверн тот же вырубить. Блин, не хватило скана. На четвертой базе расконтроливать Хэппи пытается, но юнитов маловато, мягко говоря. Но Либератора по четыре штуки строятся и четвертая ЦСшка добывается. То есть пока Хэппи будет жить, он к ультралам будет готов с Либераторами. И плюс один на Либераторов делается. Красавчик. А, уже сейчас 8 их будет. Гасты уже есть. Не. Тут Хэппи технологически готов. Осталось лимита до 200 довести всего этого дела. Часть КСМ в газ сразу. Чтоб потом не забыть. Один танк есть. Тут Гуру что-то приходит. Хэппи всканет, видит что происходит. И полетел дропчик. Ну что, Хэппи как тут кажется иногда. Все, лимит у Хэппи критический. Нет. На своем контроле. Как-то вытаскивает. Понемножечку почувствует. ЦСшка строится. Пятая Гуру пытается зайти. Уязвимое какое-то место найти в обороне Хэппи. Но не может пока найти. Маленький с темпач на пятую вырывается. Хэппи королева здесь есть. Минус королева моментально. Фугасы есть. Заходит Гуру. Нет, дружок тут. Снайпер шо там. На те минус... Инфестер минус еще что-то. Дронов здесь Хэппи прогнался. Может ЦСшку... Ой, может Хату вкуснуть. А чего бояться-то? Три-три марики и мародер еще. Хатом, смотрите, как падает. Просто моментально с такими гайдами. Забирает. Чуть Брудлингов подрежет. Эй, Брудлинги чуть Марика не сгрызли. Улетел. Ладно, вылечит там медиваки. Еще и дронов спарил здесь. Еще и с фугасами. Минус три дрона все еще. Хату не восстановить будет. 170-200 по лимиту. Ультралы что-то бегают. Так, подрезана хата. Блин, Хэппи. Вот это хорошая задропа, когда успевает Хэппи спасать. Бывает, когда он просто прилетает, что-то начинается дропа и ему просто не задропать никак. Так, я здесь прошу прощения. Две атаки. Микос мимо от Караптеров уходит. Уже вторая атака на Либератора почти готова. То, что Хэппи начал Либератором по УКДшечке грейды делать, это вообще хорошо. Так. Еще четыре Либератора строятся. Третьей старпорта нету, но пятую базу Хэппи занял. Здесь планетарка на хайграунде. То есть такой сверх лейтовый стиль выходит. Заново Хэппи раскладывается. Третьей атаки на Либераторов нету. Это ошибка. Караптером нужно не атаку делать, а армор всегда против тиранов. Пора уже запомнить зергам. Почему? Потому что против Либераторов атака бесполезна. Ну как, не бесполезно, конечно, но армор в разы эффективнее просто во много раз, чем атака. Конечно, ну, лучше с двух спайров вообще делать грейды. Но в данном случае армор, конечно, армор. Иначе они будут просто сносить. Вот они и так-то будут сносить, но армор хотя бы будет поглощать значительную часть урона. Так, заходит роучий. Значительное количество, кстати, играет. Здесь танк есть. ЦЦ-шка есть. Ой, тут Либератор. Посмотрите, что с роучами устроили. Что за... Что за пив-пив-пив-пив-пив? Что за... Хэпи прописал коды, как в Age of Empires с пулеметом. Тр-тр-тр-тр. Там ездила, помню, давно. Хотя я мало в него играл эту игру. 16 Либераторов. Здесь третья атака пошла. Отлично. Отлично. Шестая ЦЦ-шка еще полетела. Седьмая. Да тут и не надо лезть. Тут карту если можно поделить. Что лезть-то? Все правильно Хэпи делали. Сколько гастов? Пятнадцать гастов. ЦЦ-шечки готовы. Ну, вот что мне нравится еще Хэпи. Наконец-то начал орбиталки добавлять. Армор с Данем. Рейндж турецком. Все это делается. Но еще это не победа пока. Минус караптер. Так, здесь Хэпи еще золото занимает уже. КСМ кипелится. Маряки переколоты. Привезите, говорит, нам лечение. Мы что-то перекололись. Упоролись немножко. На семи Хэпи все. Нужно идти к медивакам срочно. Вот они. Все спасли. Спасло Маряков. Медиваки вылечат сейчас. Так, здесь что-то чейдинги пришли. Хэпи все минуснул. Еще три ходят. Все, заминусовал все. Скан, криптумор здесь еще пошел. Золото добывать же. 59-51 парабамба. Его у лимита и там, и там много. У Хэпи запас ресурсов побольше, чем у Гуру. Что-то бас наставил. Нужно ли столько? Ну хотя, почему не нужно-то? Одну убили на другую мулу и кинул. Ну что, какой АПМчик-то? Давайте посмотрим, какой вижен у Зерга. Вот такой. А у Хэпище? У Хэпище чуть побольше, плюс сканы. Ухэп. 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 центр занимает. Вот на этой карте нужно центр. Кстати, здесь изи-изи карта центр занять. Посмотрите, какое расстояние между вот этой хренью и вот этой. Сюда планетарку, сюда, всё. Иди сюда, зеркут, на либераторов, на всю-всю фигню. А тирану не надо лезть, как бы ему просто надо минералы добыть, всё и всё замечательно будет. Сканы идут постоянно, да хэппи больше орбиталок надо, чем у него даже есть в данный момент. У него 7. Ему надо штук 10 хотя бы, хотя бы, для того, чтобы сейчас мулы везде кидать и добывать всё. У него, видите, минералы не добываются. Он, конечно, уверен, что он не умрёт сейчас. Ну, чё маряки-то стоят, хэппи. Вспомни про дропчик свой. Чё-то хэппи забыл. Один пешком даже. Сюда пришёл. Ультрали сквер можно выбить изи просто. Уже армор пошёл на технику. Хэппи забыл про дроп. Ну, что такое-то? Вспомни сейчас. Вспомни. Ну, ё-моё. Ну, поздно всё уже. Хотя не ультралис каверн можно спросить. Ну, не, ультралы не согласны. Это ж дом их родной. Горой за ультралис каверн. Как они там и родятся, правда, в таком сам ультрал больше ультралис каверна. Надо, чтобы маленькие такие, как в компании, убегали. Их можно за один снайпер-шот было вольнуть. Так, инвиз на гастов. Пошёл вперёд сейчас гуру. Под всех либераторов. Куда ты плавишь? Ты чё творишь-то? Вайперов миллиард. Снайпер-шоты пошли. Ультралы падают. Всё, снимаются либераторы с тремя атаками по карапторам. Вообще, выдаёт кэпить. Просто царь вообще. Куда ты тебе за клик поломился, дурик? Лол, вот тебе и лол. На крики попёр. Это ж хэпич. Император леет в небе либератор. Всё, минус нахрен. Вторая игра. Красавчик, хэпи. Вообще игра его улучшилась. И вот то, что складывает либераторов, чтобы сейчас убить, вообще красавчик. То есть раньше как-то забывал это делать, как-то недооценивал их силу, а теперь вообще разваливает. Чё-то к гуру не заходит. Раз хотелось биться. С хэпичем. Ну, гуру сейчас, в данный момент, он не уровню хэпик. Он послабее будет. С хэпичем. замес караптер это там в таком стейке были просто гигантском это и и и и и и и и и в и и и и и и и ему больше мяса надо маленькие ультральщики слишком изи для хэппи бы было он и с большими это очень быстро справился ну красавчик очень-очень ущербная вообще атака от гуру сейчас никакого сплита караптеров а клик под 20 либераторов ультралами там моментально снесена земля и воздух потом а седе седе Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Продолжаем смотреть Бункер строится на хайграунде Лоу граунд добывает мулом Здесь 6 роучей Угуру это абсолютно очевидный Подкуш сейчас будет Хэппи видит прекрасно роучей Кидает гранатку Что контур врыв будет На третьей базе рипера оставляет Здесь нужно ксм увести И все будет нормально Мул минус конечно Но там и так он Сулудухлый был ЦЦшкой хп хэппич не стал терять Молодец Сталик Ну да на премиуме хорошая Качество если интернет тянет То вообще просто Некоторых интернет бывает Не тянет Вообще все замечательно Надо ццшку увести Че тут фаербол Он кидается Фаербол Ломит на нее Обнаглел что совсем Так ццшка возвращается Ну что минус 3 роучей Отгоняет хэппич гуру Еще и реводзеров Можно забрать Сейчас просто-напросто Не дать ему уйти Вот рипер такой бодренько Летит навстречу Говорит Ты чего Ты прилетел то Блин Где граната Где выстрелы Так Что-то мне тут звонок идет Чуть позже Отвечу тогда Вне игры Гуру секундочку Просит Что-то случилось Конторатака От хэппи На двух танках Мариках приходит Танк законтролил Оба законтролил Танка Пошел на мэн Сейчас Все Минус реводзеры Все Марики тоже Правда Все кончились Уже Но танки Атакуют до сих пор Один нужно увести Бо сейчас Прикрыть этот танк Ну нахрен Сплэшем Своих-то забирать Подрезал Еще несколько лингов Два марика Плюсом приходит Хэппич не собирается Отпускать Насколько я понимаю Минус овер Танк строится Все стандартно Это все нужно Вычинить Естественно Сейчас Просто подождать Стимпака И Щиток Кстати Для Гуру Ситуация великолепная Просто Несмотря на то Что потери Несмотря на то Что потери Не в его пользу У него Игры Да и луч У него плюс один Ё-моё Как Хэппи вообще так Ну он просто Вот этими юнитами Протянул максимально Долго время Чтобы Хэппи Не садился С Цэшкой И в итоге Заполучил Просто колоссальное Преимущество Экономическое А Хэппи Третью Цэшку Не строил У него двухбазовая В итоге Тема какая-то Получается Вот Эта двухбазовая тема Это может не зайти Сейчас реально Ну вот 88 на 100 Если это Если Хэппи Собирается пушить А Хэппи Собирается пушить Ему нужно Хотя бы Столько же Лимита Как у оппонента Ему желательно С равными Грейдами Хотя бы Прийти Так Здесь Медивак Врывается Прибегают Линги Ну а что Линги Там дропаются Марики Ну все Бесполезный Дроп Ну подропал Ну поконтролил Ну а дальше Что Дальше ничего Так нужно Улетать Кстати На этой карте Можно Вот сюда Танков пару Раскладывать А отсюда Мариками Харайс Если вплотную Подбегать Лингами Танки будут Доставать Хотя они здесь На грани Ранжа Конечно Будет Это все Дело Карбо Карбо 72 Чью ты Биографию Почитал Как видишь Как видишь Не завязал Стримлю Но турниры Не играю Сам Вот сегодня Ладора Целых Пять часов Играл И Топ Мл Поднялся Думаю Пару Тройку Четверку Таких дней И Можно уже В ГМЛ Будет выходить Так Прилетают Прилетают Танки Много Реально Танков Куда Фаерболы По Марикам Пошли Инфестры Без Микоза Великолепный Тайминг Просто В нулину В нулину Посмотрите На Хэппи Вообще Сейчас Божит Конечно Посмотрите Потери Какие 1600 на 6400 Разрыв Просто Разрыв Так Что-то Подождите Тайминг Так Прошу Прощения Тут Болковки Курица Просто Тайминг Просто Что-то Душно Здесь Что-то Там Подгорело Вообще Тут Повара Такие Блин Ну я смотрю Сейчас Повтор Ошибка Гуру Была Что он Ксилнагу Не контролил Сейчас Очень Большая Ошибка И Тайминг Хэппи Который Выбрал И Фаербул И В Мариков И Не В Танке Вот Где Ошибка Таймин Танц 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, Хэппич инвайтит, а кто следующий-то? Оп, Нерч следующий, ребятки Давайте посмотрим сетку Хэппи с Нерча будет биться, это значит О, Снут уже Теран Вика выиграл, печаль Блай Канино, пока не Блай, кстати, со Снутом будет играть Конина одолеет, я надеюсь, Конин там подольше У Мех будет играть, чтобы Блай со Снутом Нечка посмотреть, и надеюсь, Стрэндж может быть Бистика одолеет Ну что, Хэппич, Снут начинается Попа Гуру была Субтитры сделал DimaTorzok Так, в смысле, рад за Хэппич Я рад за то, что нас начали тащить более-менее Ну и конкретно Хэппичу Льрена первая, Нерч первый Хэппи Блай финал Ну было бы круто, если бы так было бы Ну для начала Хэппичу нужно Нерча пробрить Посмотрим, получится ли Здесь 17-я хата, Газ, Пул Здесь стандартный опенинг через Риббер Насколько я понимаю Может получиться занимательная ситуация Когда прогреет в трех порядках подряд Не, я думаю, Тефель там до Хэппи могут пробрить Но самый по виду в реальной жизни Совсем не Бычок Это Нерч Но самый по скиллу Бычок Это, конечно же, Нерч Он самый опасный оппонент в сетке Хэппи Потому что, ну, вот Другой там, в нижней части сетки Там, ну, кто там Ну, Стрэндж Хэппи выиграл, да Рейнера явно Хэппи развалит Ему А, уже Тефель его развалил Тефель развалит Бистика Я тоже думаю Ну, хотя Бистика, может, не знаю Насколько Бистика иногда был силен Иногда не очень Когда Пист тренится, может быть, и силен Вижу четыре линга Плюсом Уже два есть Два Вот этих минуснет Хэппи Конечно же, два Минус Отвлек внимание И побежал к Хэппичу Хэппич понимает, что это разводочка была И домой сразу же возвращается Смотрите Оп! Ах ты хитрый Нерч! Ах ты хитрый Нерч! Хэппи на хвосте уже сидит у этих лингов КСМ-ку нужно сконтролить Сконтроль Хэппич КСМ-ку, пожалуйста, рипером прикрыть Так, КСМ-ку законтролил Просто царь Нужно вычинить Уже нет смысла даже здесь пытаться Пробрить Нерчу Красавец Хэппич Что творит вообще? Только посмотрите, а Виртуозно вообще действует сейчас Ну догнать бы надо было Вот похвалил сразу косяк Слишком похвалил сильно виртуозно И сразу косяк Чем жестче хвалишь, тем быстрее косяк Ну в данном случае Ранняя стадия Поэтому не дико сильный угол Криптумор минус Великолепно Линга расконтролил Восемь новых строит Нерч Еще Вот хитрец Ну рипера не обязательно было терять Сейчас хэп еще Ну здесь 4 марика уже в бункере сидят Нормально Так, ну что Роуч Ворон запелен Минус овер номер 1 Сейчас второго пытается Хэппич брить Ну кстати Нерч не А, второго он не попытается Он сбреет Сейчас эти Нерч-то не особо тут Четко и верят Ооо, как мне кажется Что у Гуру даже получше Ситуация была Овер и домой уводят Сейчас Да, криптумор не отменяет Парабам Ситуация неплохая Третья ЦСшка у хэппи пошла Ну и хэппи в свою очередь Не играет в общем-то В прессинг Он играет макро Почему, потому что Нерч может готов к двухбазовому прессингу Как с предыдущим оппонентом Например 8 дронов еще Нерч делает Эволюшн 1 всего лишь запилен на мэне Почему 1? Ну это для атаки У хэппи уже 1 на 1 Грэды пошли Ну какой поздний стимпак Как я не люблю Такой адский поздний стимп Так, здесь гелионы были пойманы Да, 2 гелиона Поймал Нерч Сейчас что-нибудь там ездили-то Я не понимаю Как думаешь Если выйдет Вайкрафт 4 Пойдет ли хэппи на него Или останется в СК-2 А как думаешь Если после Варкрафта 4 Выйдет Старкрафт 3 Перейдет ли с Варкрафта 4 Хэппи на него А как думаешь Если после выхода СК-3 Выйдет Варкрафт 5 Перейдет ли хэппич на него Интересно А если выйдет Старкрафт 4, перейдет ли Хэппич туда, интересно? Ну, не знаю, может быть. Я думаю, что он сам тоже не знает, поэтому ответ такой только может быть. Вот. Ну, или какой-нибудь другой, неважно. Вот. Стимпак, щиты дел. 9 муталисков у Нерча, 2 туретки у Хэппича есть. Строят еще больше туреток, нужно аккуратнее быть. Сейчас 9 муталисков могут подшатать, но и очень неслабо. Стимул очень поздний, он только еще через 80 секунд готовность. Больше, ну, почти полторы минуты, чуть меньше уже. Залетает мутка, пытается грейдей отменить. Нерч успеет. Ну, один успел, но Стим, самое главное, Стим делается. Марики, где марики, все еще не понимают. А, ну, понятно, Хэппи, как обычно, улетел не в тему. Сейчас, если вот Стим отменит, нет, что все, это ггнчик практически. Стим вообще нельзя здесь терять. Так, КСМки выходят. Убивать просто нечем? Ну, как не вовремя дропом улетел? Ну, это ж дичь какая-то просто, ребят. Ну, что такое творится-то? Ну, все, минус Стим. Два либератора строятся. Они не спасут уже ситуацию, скорее всего. Так, марики все новые уходят. Сливаются. Здесь Хэппи не законтролил, ни хрена потерялся. Пока дома, потому что здесь ключевой момент. Здесь Стим, естественно, делается. И это самый важный момент Стимпака. Где либератор это? А, вот, Старкор здесь. Ну, Хэппи чудом каким-то отбился. Здесь Медивак улетает еле-еле. Ну, хорошо, что Стимпак отбил. Это очень хорошо. Доделался Стим. Щиты тоже делаются. Молодец, Хэппи. Так, здесь Медивак улетел. Почти нужно буст рубать. Хэппич, вруби же буст. Так, ну, буст есть. Все, наконец-то, врубает буст. Молодец, Хэппич. Улетел. Стимпак готов. Щиты не готовы. Пока есть либератора. Микос дичайший. Ой, как тут фаерболом всех накрыло. Но, несмотря на это, лимит еще пока более-менее. Пользователь тип ОК активировал премиум на ваш канал. Здорово, спиритулок. Так, здесь что-то бегает. У нас няч пытается подреться. Либератора не получается. Дропов никаких нет. 125-160 по лимиту. Так, здесь что-то бегает. 6 ультралов. У Нерча Хэппич не готов к ультралам. У него 3-3 заказа. Грейды, конечно, хорошие, но... Погодите, а либералов... Либералов не держат, а вот либераторов... Так, две штуки есть и больше нет. А, да понятно. Соплай-блок у Хэппи, Настас. Ё-моё, какой адский соплай-блок. Хэппич, что ты делаешь? Одна депошка строится, две еще заказывает. Все, соплай-блок сейчас опять будет. ЦЦ-шка заказана сейчас. Нет, в турниры не играю. В турниры не играю. Идет вперед Нерч с ультралами. Ой, сколько юнитов здесь. Хэппи возвращается. Био не танки. Ничего не прикрывало. Нет, это ГГ. 1-0 в пользу Нерча. Карта не очень для Хэппи, к сожалению, была. Ну, подловил сейчас Хэппи, Настас. Вот было био бы спереди. Хотя здесь и так, конечно, жестко все было. Но если бы био было, может быть, был бы какой-то шансик небольшой. ГГ пишет. Хэппи, ЦЦ-шку отдал. Печаль. Захожу к Хэппи, сейчас надо окно закрыть. Так, а что случилось-то? Не понял, а что меня кикнули? Что-то не понял я, кто это был. Так, ну, будем рестримить. Что-то я отошел, просто окно закрыть. Холодно было. Наверное, чмо очка стойкикнуло меня, походу. Больше некому было это сделать. Ну, жду я сейчас, как вылезет стрим. Я врублю вам-то рестрим. Вот, потом уже посмотрим, проиграет Хэппи, не проиграет. Стрэндж Бистика катнул красавчик. Стрэндж Тефель будет играть. Блай пока вроде не начинает. Ну что, ждем следующую игру. Так, начинается следующая игра. Стрэндж Тефель будет играть. Стрэндж Тефель будет играть. Стрэндж Тефель будет играть. Ну, ничего не поделаешь. Стрэндж Тефель будет играть. Ну, сейчас посмотрим, что это. Я надеюсь, Хэппи, конечно, не вылетит. Вот, потому что тогда можно будет полуфинал попробовать проникнуть. Стрэндж Тефель будет играть. Стрэндж Тефель будет играть. Так. Стрэндж Тефель будет играть. Так. Секундочку, ребят. Стрэндж Тефель будет играть. Возьму правый ли текст поддержки. Так, Reaper'a там Happy Minus No, вроде. Reaper'a Link'a или что-то там Minus No. База Нерчья, которая стандартная. Но я думаю, что это очень интересная ситуация сейчас. Особенно с тем, что Хаббит очень быстро делает свою третью базу. А Хеллианин будет стараться отопнуть Нерчья, чтобы он не бегал по мапе и просто чтобы был в состоянии свою третью базу достаточно спокойно обставить. Так, поэтому я думаю, что по разу за стороны Нерчья, ну, нам нужна есть инициатива. И мы увидим, как бы они хотели сделать что-то сделать. С фиделлингом и справедливо, потому что я думаю, что здесь может пробовать. Здесь дужа мапа. Нерчья мапа. Нерчья мапа. Нерчья мапа. Ну, на этой карте долгий замес, наверное, будет, я так понимаю. Качество не может такого же быть, как было. Вот, третья CC. У Хэппи, ну, в прошлый раз вот мута, конечно. Не, в прошлый раз решил, что мут настолько во время ворвалась. Такие базы. Такие базы. Такие низкие. Такие базы. Такие, что, немного на шляпе, нужно играть на Нерчью, но это не просто какой-то огромный проблем. Он просто газ стандап, а вот сейчас играет как-то. О, это же 7. 8. А это уже не такая, как бы, не очень серьезная, потому что улучшение до скорости, помните, это достаточно конкретное. Тут есть игранный Либератур, но он, на самом деле, не будет в базе, поэтому в момент, в котором те ручки доходят, то этого Либература вроде бы не будет. И это означает, что... О, какой момент был. Нерчью, он уже заметил Либератур, как-то, как-то, или нет? Или нет? Не знаю. В общем, здесь нет, а он присуга свои Кроловые, так как-то, 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 аж три. У! Это очень интересная цифра. Хэппи, но они сейчас падают на территории третьей базы и здесь нет. Моста Сальва сразу вытекает, чтобы достать сниженный через ручки. И, что мы сейчас над такими, молитами, значит, что начнем подавать, но не, я просто так понимаю. Я, наверное, затримал на 8. На 8, по крайней мере, очень хорошая либературе. И, по-первых, мы будем использовать либературе, то есть, это идеальная либературе. Так, ну что, тут всё выбивается. Крептуморы пытаются с Хэппи вывезти. Чудом сейчас там выжил Крептумор один и считается гранату закэдэшить, но докэдэшил, что в итоге отдался. это печально, ничего не поделаешь. Это печально, ничего не поделаешь. не поделаешь. Ну что, третий СССР ставится. Три в три пока нормально. Ну, по лимиту Хэппи немножко остается, но экономика одинаковая и по грейдам, что самое главное, у Хэппи всё замечательно. У него раньше гораздо. И Армор, я вижу, тайминг хороший. Три вазовый, терраинский, много челков, много пехоты. И даже не будет. Так, да пушки падают. экстрасоплай на такой стадии, конечно, на такой стадии экстрасоплай не очень хорошая тема. Почему? Потому что на такой стадии нельзя втыкать депошками. Нету никакого убоя, никакого мультитаска пока, откуда втыки, это непонятно. Ну что, 2-2 грейды против 1-1 и даже там когать-то только заказан, 10 муталисков. Ну что, мута, линги, бейлинги от нерча стандартные, походцевские, в общем-то, примерно играет там немножко ровучий реводжеров. У хпб, у грейды хорошие, важно, как 3-3 тоже закажет. вот. Вот. мута, 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 на 200 дойдет, не всегда, правда, у него там все идет, но я вижу, последние дни идет. Если он либераторов настроит и наделает им атаки, и, блин, 3-3 био будет, и гасты, я думаю, что все будет хорошо у хэппи еще. Конечно, нерч там макрится как надо, но рабочих хэппи сейчас больше обратить внимание. Так, фаерболы пошли в молоко, неплохо хэппи дерется, тут несколько ровучий убрал. Так, мута, лиски прилетают, медиваки-то подбустит, не судьба, что ли? О, подбустил хэппи, молодец. Пытается прогнать нерча из центра, прогоняет, тут что-то ровучий реводжеры, нужно от фаерболов уворачиваться. И хайф пошел. Гостакадемия, да, хэппи не собирается никаких таймингов, вот именно, не, он может быть выходы будет делать, но, скорее, это будут дропы, и он уже рассчитывает на более позднюю стадию. Либо сейчас будет выход и размен какой-то, а потом уже будет свитч в гостов, Ливердаут. Что мне нравится, сейчас практически сразу автоматом заказывается воздушная атака. 3-3, ой, хорош, 3-3 сразу заказывает, хэппич, молодец. Там нидус какой-то, что за нидус-то, непонятный какой-то, здесь Марик с роучем разберется, но муталиски прилетают. Ливератору достаточно, чтобы мутку подгонять. 6 ультралов заказано. 6 ультралов заказано. Посмотрим, посмотрим, как атаку по кд-шечке хэппи будет воздушную делать. Ну, кстати, Нерч, вот ошибка Нерча сейчас какая, он вообще грейдов на воздух не делает, именно армора, атаки, и в данном случае, если хэппи хорошо атаку будет делать, например, против 0 армора будет драться, с него будет каратор, ой, там как вообще, все либераторы все развалят, просто дичь будет. Вот. Ливераторов достаточно. Вторая атака не заказывается на либераторов, но у Нерча в очереди тоже грейдов не делает. 175 хэппи, 200 Нерча, вот он идет вперед, вот здесь два танка, кстати, не прикрытых ничем. Хэппи растянул оборону, все у него уже база пятая. Жесть какая, либераторы там пытаются сбрить караторов, сбриваются эти в хламах, и даст плюс атака, посмотрите, караторов разобрал Хэппи, вообще, ультралы бегают здесь как мясо сейчас получается, нужно снайпершотить срочно ультралиска всех этих, так, гасты снайпершотят, хорошо снайпершотить, либераторы раскладываются, нужно не дать уйти так легко, Нерчук, где снайпершота-то? Так, пошли снайпершоты, недостаточно, чтобы убить прям много ультралов, но весь запас абсолютно кончается, весь запас абсолютно кончается ресурсов, уничай хэппи, кстати, идет в атаку сразу же, сразу же он не собирается тянуть здесь, но дальше на крип залазить смысла я не вижу, вот эту базу можно подрезать. Так, раптор падает! Ну что, ультралы бегают, что опять тут приходят, очень жестко на самом деле, нахрена вот хэппи опять тупят, ультралы даже драться не собираются, он карапторов вообще не бьет либераторами, ну вот эта ошибка ужасная просто, надо блин сбривать этот воздух, посмотрите, вторая атака пошла, сейчас там ноль армора будет, эти карапторы бы там за пару залпов бы сваливали сейчас бы вообще. 5 на раз, значит либератору выдавали, это точно не так до конца. Так, так, ну ваще, коррукторы пробуем еще козачить, остаточные тоже останутся знижчены, так, это не такая супер ситуация для хэппи, чтобы ганять с этими едущами. Ну и так как говоришь, Ghost Liberator, с этим генерчо, кто еще немного зерклингов роби, они, ну, прешкадзают, так, минус Марик, и Либератора, потому что, как Либератор стрела в этого, ультрайска, это потензно ображение, как стрела в серглингазе 35, ну, 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 это не проблема, так, как вы видите, мобильность армии Либератора не есть наибольша. Так, зеленкой пытается поливать ССС, шкунерчик, снайпершот, ну, вот здесь планетарки нет, линги прибежали на халяву, вот здесь гасты приходят, ну, гастов две штуки всего, ну, все нормально, в принципе, правда, туретка погибнет, нет, туретка не погибла, вычинит хэпич, нет, туретку не вычинивает, что-то пока, да горит скорее всего, потому что хэп не видит. Планетарки уже по карте раскиданы, вторая атака на Либераторов готова будет сейчас. Ну что, парабам одинаково. 3-3 у Нерча сейчас доделается, из самых крутых моментов я считаю, что у Хэпи две атаки Либераторов на 0-0 воздух. Нерча, но, если Либераторов будет недостаточно, и Хэпи не будет драться с Караптерами, как он любит, а будет ходить на... Ой-ой-ой, смотрите, Караптеры, посмотрите, какие залпы пошли. Вот они вообще в хлам, давай, ломи его. Во-во-во, вот так вот и надо. Минус Караптеры просто все за пару залпов. Отлично. К центру, к его ксилнаге выдвигаться, я считаю, там крипа нет, центра вообще без крипа. Хэпи куда-то идёт, не понял, куда ты идёшь-то Хэпи? Сейчас в размен пойдёт он, конечно. Это же очевидный момент абсолютно. Так, королева падает почти. Круктуры. На серотку мапы спан смерча уже не заложили, так. Ну и что дальше? Что дальше? Ну, на этой мапе есть лепее, чем на той мапе, на которой играл Гуру на Хэпи, потому что тут не так вонско есть, можно больше контратаков, только после контратаку, как бы, но с 4 планетарки находят, наверное, не 9-го. Ну что, хорошо. Для мита больше. Хэпи ещё 200, фактически, в 180. Идёт вперёд, что нет, там атаковать. Где третья атака? Вот что? Две есть, почему третья это не делается? Так, там микозы всякие, много всего там у нерча. Хэпи сопровождает его сканами, нужно выдвинуться как-то грамотно и на микозы не попасть, самое главное. Нидус на Майн Хэпи пошёл. Медленно он возвращается, ну неужели сейчас Нидус Хэпи разведёт? Либератор под спорками. Четыре ультрала нам, не, ну что, непонятно, Хэпи карту сейчас не контролит. Так, Либераторы всё полями своими заспамили. Ну, минус ультралов несколько, это минус вообще хорош, Хэпи ещё выбивает ультралов хотя бы. Здесь ЦЦшка одновременно падает, но пофиг на эту ЦЦшку, пофиг на эту ЦЦшку. Пофиг на эту ЦЦшку. Линги идут, то есть гасты просто на муве их проблевают. Нидус падает, ЦЦшка ещё одна минус. Снайпершоты пошли, но Хэпи эффективно дерётся до сих пор, здесь добыча-то есть. Хорош здесь Либератор, личинки выщёлкивает, яйца выщёлкивает, нерчу здесь, у которых строятся там, по-моему, ультралы, между прочим. Можно идти вперёд, я не понимаю, почему Хэпи не хочет подловить. Нерча здесь отдаётся явно просто. Ох, как ультралу надолбило. Он пришёл ещё получить немножечко дэмэджа. Так, всё, Либератор падает, на Ксилнаге Хэпи занимает позицию, сканит, видит, где нерча-базы последние. Нужно дожимать сейчас идти. Снайпер-шут пошли по Караптерам, Караптеров нужно сбрить. Караптеры без атаки просто. Ну, вот Микос, опять же, Хэпи чуть-чуть бы расплетился, хотя бы сейчас. Ну, Караптеров так и так сбривать надо через атаку. Ну что, чмо, amazing skill, говоришь? Попробую в игру. Блин, не успел. Чуть-чуть не успел, но я надеюсь, Хэпи выиграет сейчас. Я просто не буду стоп-старт делать, чтоб запись не разрубать, чтоб на одной было. Если Хэпи выиграет, я думаю, в игру смогу пробраться всё-таки. Вот. Запотело. Я уже мерчу. Приготовил тут контрольную даже по-английски. Очки запотели от Пригара. У тебя что ли, баран, такую тему, но пока не предоставляется возможность ему написать. Ну и да и ладно, как бы не буду на самом деле. Может даже запариваться. Буквально секундочку не успел. Сейчас игра начнётся, чтоб тут рожи не было этих поляков всех, потому что я думаю, что так запись можно будет выложить в принципе на YouTube. Я не думаю, что там права какие-то будут. Просто красавец! Вот этот нерв что-то там пишет. Вот. И сыграл как дно просто и что-то пишет. На самом деле там вся суть-то было. Воздух ноль-ноль летает. Ноль-ноль просто. И ничего сделать не может. Конечно же с характером. Я не знаю, что это будет, но есть такой способ, только нужно обработать эти элементы. Ну, в основном надо играть идеально. В теме харассов, в теме изменения, и в теме обороны своей экономии. Протокол лечимый, эпизодовый. Только не знаю, что Нерчи огарна уже на пустах. Воздух. 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 Воздух Поэтому начинается игра Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 не знаю что там что там было и сосну там сейчас будет биться так было и было не бьется сосну было ни с кем не бьется stranger посмотрим сейчас strange не бьется никто нигде не бьется ну ждем что там лайф сетки пока нет никакой абсолютной инфы да ребят народу много ну посмотрим а снуд выиграл блая strange выиграл тефтеля кстати говоря ну что будем за strange болеть может strange пробреет ну будем strange смотреть молодец strange до полуфинала дошел strange дальше всех доходит вот какая неожиданность в полуфинале он посмотрите сетку я сам не понял но здесь карту здесь третью брать сложно то есть если бы хэппи брал бы третью бы здесь то ничь сам бы чизил бы вот этими ровучей реводжерами тут очень тяжело третью взять так сетку показал я 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 Спасибо, DigitalO76. Очень приятно. Спасибо большое всем за поддержку. Болеть не буду. Попытаюсь ворваться, но не обещаю, что ворвусь, потому что может не получится этого сделать. Может, не получится этого сделать. ХЗ. Пошел инвайт. А нет, смотрите-ка, нерч позволяет. Может, я-то сам не попал просто, я ХЗ. Всё нормально, всё отлично. Ну ладно, хорошо, что так получилось. Нерч Стрэндж сейчас будет. Если нерч проиграет, то может и пригореть. Чё случилось, чё-то не понял я. Чё случилось, чё-то не понял я. Так, чё-то не могу зайти. А чё случилось-то? Это, походу, чмо это что-то там проставило. А кто шарит-то? Что это такое? Интересно. Так, делаю стоп-старт.